И всем привет! Сегодня обзор на ультрабюджетный суперконсоль уничтожителя Амберник RG35XX SG-GAME M17 Ну, конечно же, это шутка, ребят, это такой тонкий троллинг Действительно, сегодня обзор на SG-GAME M17 Распаковку первого впечатления вы можете посмотреть по ссылке в описании на лайв-канале Ну, а сегодня мы непосредственно протестируем ее уже более плотно в эмуляторах На что она способна, не способна Ну и под конец, конечно же, сделаем выводы Приятного просмотра, поехали! Ну что ж, начнем мы с первой консоли, это PSP И тут же нас ждет, к сожалению, разочарование Первое, это то, что игры PSP, это консультация довольно-таки посредственно Ну и так, Bomberman у нас, видим уже надпись о том, что у нас мощность слишком маленькая Включите пропуск кадров Ну и опять же, здесь аналог совмещен с крестовиной Точнее, аналог дублирует тупо крестовину Соответственно, из этого мы видим То, что отдельно крестовина здесь не работает Как в оригинальном Bomberman И тупо у нас постоянно переключается вот эта панель Второй аналог, он также не настоящий Он здесь просто дублирует кнопки То есть, получается, левой крестовина, правой кнопки Bomberman здесь вполне можно поиграть Но если мы берем какие-то более сложные игры Такие, как, например, Silent Hill Соответственно, на этой консоли уже его не запустить Все выглядит вот как-то так Все тормозит Естественно, с God of War ситуация повторяется Крестовина здесь неудобная Расположена она внизу И, соответственно, при долгой игре У вас начинает затекать уже палец Поэтому все-таки расположение крестовины Мне нравится, когда она расположена вот за место аналога Вот так вот у нас God of War идет И очень быстро расходуется батарейка То есть, буквально, как на Steam Deck Ну, опять же, в какие-то 2D игры можно поиграть Но, сами видите Видимо, пропуск кадров здесь включается автоматически Картинка не плавная Картинка не плавная Но, опять же, при большем желании поиграть можно Слот для записи здесь всего один для всех консолей Несмотря на то, что здесь, конечно, пишется слот 2 Но они нигде не переключаются Слот для записи здесь Для нас идут аркады И, в принципе, они здесь запускаются отлично Единственное, что какие-то совсем тяжелые игры, проекты Здесь тормозят Но Metal Slug, например, идет отлично И, в принципе, отлично Слот для нас идут аркады Окей Спасибо! Помимо вот такого маленького меню, которое здесь есть, также здесь можно... Внутри категории есть поиск. Нажимается... Вызывается на кнопку Y. Также есть глобальный поиск. Если мы не вошли в систему, опять же нажимаем Y и он уже ищет во всех папках. Здесь и геймбой, и NES, и геймбой адванс. Также здесь можно добавить игру в избранную кнопкой X для того, чтобы в соответствующей папке быстро ее найти. Все вот эти вот Atari я пропущу, потому что они работают. Смысл их показывать нет. Это простенькие игры. Capcom System. Также игры повторяют в чем-то и аркадные. Соответственно, работают аналогично. Но есть действительно тяжелые аркадные игры, которые здесь запускаются тормозами. Тут были какие-то гоночки, сейчас их найти не могу уже. Спейс-энджин тоже никаких проблем. Надо понимать, что все игры здесь растягиваются на весь экран в 16 к 9. И в настройках это поменять нигде нельзя. То есть в настройке здесь выглядит вот так. Это вернуться, сохранить, продолжить и выйти. Как я и говорил, здесь только один слот под сохранение. Спящего режима здесь не предусмотрено. Здесь просто ползунок включения-выключения. Соответственно, его никак не обучить на спящий режим. НЕС. Динамик здесь громкий, просто орет на полную громкость. Соответственно, НЕС. Управление не перепутано, есть турбокнопки. Правда, здесь на прыжок скорость прям вообще. В целом, идет без каких-либо нареканий. Ещё, как видите, здесь крест-накрест кнопки. То есть кнопка B, здесь турба B уже. Соответственно, здесь A, здесь турба A. Может, кому-то это будет удобно. Геймбой, опять же, без нареканий, но без того маленький экран. Здесь растягивается ещё больше. Ну, опять же, турбокнопки есть. Геймбой колор. Супер Нинтендо. И здесь вот, как бы, с одной стороны, здесь отличная эмуляция. Тянет даже тяжёлые игры, на удивление. Но всё-таки какие-то недочёты есть. Именно с FX играми. То есть, видим, да, моргает у нас самолёт. И не все игры с SuperFX чипом здесь можно поиграть. Кстати, на SNES консоль довольно-таки начинает нагреваться. Ну, вот, StarFox здесь подвисает. Стум Трейс FX также здесь неиграбелен. Вроде всё нормально у нас. Ну, а вот в угольке вот так вылезает у нас экран. Но при этом относительно нормальный идёт Doom. Но он идёт лучше, чем на подобных консолях. Именно в таком ценовом диапазоне. Да, есть глюки по звуку. Есть полосы. Вторым косяком на Super Nintendo является то, что здесь перепутаны кнопки X и Y. В результате чего, чтобы побежать в Donkey Kong, вы должны удерживать Y. Ну, а бег здесь на кнопку A. И вот так вот у вас получается. Нужно держать руки. Я не знаю, кому-то это удобно. Кнопки здесь поменять нельзя. И вы должны вот так вот. Да, некоторые блогеры, когда обозревают Donkey Kong, вот, ходят вот так вот пешком. Но я не понимаю, как можно пройти игру без разбега. Мне кажется, в каких-то местах это просто невозможно сделать. Ну, опять же, на Y здесь функция взятия бочки. Ну, или другого предмета. Поэтому там, где кнопка Y необходима, играет довольно-таки больно. Nintendo 64. Простые игры здесь тормозят. Тяжелые игры здесь неиграбельны. Даже банально там взять Wave Race. И, опять же, здесь не хватает кнопок, потому что аналог, он не задействован. Он дублирует вот эти кнопки. А здесь только у нас A и B. Соответственно, мы имеем два шифта. Кнопку Z. Кнопку A, B. Ну, и аналог без крестовины. Опять же, не во всей игре с такой настройкой можно поиграть. Ну, и Nintendo 64 я вообще не советую играть на эту консоль. Это просто боль для ушей. Неплохая эмуляция Game Boy Advance, даже в тяжелых играх. Чуть заикается звук, но при этом вполне себе играбельно. С кнопками также полный порядок. Стоит он. Ну, он ехал. Вот. Стоит он. Стоит он. Сега Гейм Гир Без каких-либо проблем Я думал его взять Мега Драйв В целом неплохо Есть конечно игры которые тормозят Это Виртуал Рейсинг Например Но здесь прикол как всегда С кнопками у нас китайцы молодцы Китайцы не стали заморачиваться Над переделкой кнопок И в результате мы получаем Что у нас Кнопка А это А Кнопка Б это Б Кнопка С на Игрек Напоминаю что поменять это никак нельзя Кнопка Икс Соответственно на левый шифт Игрек Где Игрек Ну и соответственно на правый шифт У нас кнопка Z Экран Тускленький Но хотя бы не Где Не инвертируется Купка Б Играет Уиллер А Купка Б Ну и верфон рейсинг. С ней в геопокет каких-либо проблем нет. Опять же, маленький кранчик растягивается на большой. Ну и последнее это PlayStation. Естественно, в принципе, проблем с симуляцией нет. Единственное, что никакого DualShock здесь не поддерживается. Это надо понимать. Только крестовины, только кнопки и две пары шифтов. В гопсах есть возможность поменять диск. То есть, соответственно, игры на нескольких дисках должны здесь эмулироваться нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, самое интересное, когда сюда закидываешь игры, допустим, от Dreamcast, здесь появляется, здесь появляется соответствующая вкладка, но, к сожалению, игры почему-то не загружается, то есть он пишет лоудинг, ну и дальше выкидывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА прям так и хочется нажать аналогичная ситуация с master system но здесь консоль уходит бесконечную загрузку пока не выключишь но и также если вдруг у вас потеряется карта памяти перестанет запускаться китайцы предусмотрели этот момент и при включении без карты памяти здесь доступно аж целых 31 игра графические напоминающие в принципе играет только графически но с игры всякие пиратские титаники поэтому если вдруг у вас ломаться карта памяти перестанет работать прошивка вы не останетесь кирпичом у вас будет 30 игр который кстати даже нельзя никак сохранить ну что ж переходим к выводам ну что ж вот такой у нас сегодня получился обзор на вот эту консоль m17 sg game это просто конечно простые ну даже в этом куске пластика есть свои плюсы давайте же их я вам озвучу например плюс это количество платформ который эмулирует данная консоль потом же плюсом является это ее комплектация спасибо за мешочек спасибо за мешочек который вместе с ней шоу в нее очень удобно упаковывать носить с собой да и в принципе он оставляет себе приятное впечатление также как бы дальше не развивался хоть моих мыслей здесь отличная эмуляция 8 16 битных и 32 битных систем в принципе можно было бы поставить лайк и консоль была бы однозначной если бы не минусом но и также в плюсах у нее достаточно громкий звук я не скажу что он качественный но он громкий он действительно будет слышен везде и я периодически убавлял громкость потому что но это нереально как он орёт ну а теперь самое интересное минусы ультра бюджетные к консоли короля портатива это во первых конечно же кастрированная операционная система как бы нам не заявляли на алиэкспресс о том что здесь эмулек здесь на самом деле как это хрень вместо ему лека вместо того многообразия которые он предлагает здесь только три меню три пункта в меню но это конечно яркость язык там зато русский язык не порезали правда локализация оставляет желать лучшего тусклый экран несмотря на то что здесь где-то какие-то блогеры говорят что здесь используется реальный экран от пи спи но суть даже по этому разрешению которая здесь у нас 480 на 272 до скорее всего так оно и есть из какой ревизии именно экран непонятно но запаса по яркости в нем не хватает в помещении еще можно играть а выйдя на улицу конечно же чувствую что дискомфорт это во мне retroid pocket 2s качество материала в принципе консоль собран нормально но конечно вот по кнопочкам видно что это довольно ультра бюджет на решение не знали так ли было задумано что старт выглядит как плоская кнопочка селект уже с каким-то кружком может это конечно так было задумано не то что они там какие кнопки попались такие сюда и поставили в целом конечно да она не бринчит там но чуть-чуть до есть у нее какая-то погремушечность но опять же 4000 но само качество материалов конечно так вот такой себе нет выхода на телевизор вы знаете я топлю за этот выход поэтому даже если возможность сюда подключить какие-то джойстики но смысл какой если картинку на экран вы не вы видите какой смысл вот так вот играть джойстиком но тоже такое себе вот этот вот м17 кстати многим я думаю бросается в глаза опять же смотрел западного блогера он попросту взял экран нафиг убрал и изображение улучшилось до стало интересней он по-моему там на 3d принтере распечатал другое но в общем заменил этот пластиковую херовину на стекло ну и самый главный косяк это конечно же отсутствие возможности переназначить кнопок вот была вертикальная консоль d007 до форм-факторе геймбоя там почему-то эту функцию не вырезали здесь зачем-то эту функцию вырезали и в итоге мы получаем непонятно какое-то управление в сега мега драйв да вроде бы 6 кнопок есть и в то же время они расположены хрен пойми как но и также супер нинтендо да тут поменены x y кнопки соответственно и на эмуляции сказалось теперь что в донке конк бегать надо нажимать y они x и ну и как бы это не очень удобно бег без бега я эту игру я не даже не представляю можно ли пройти донки конк без бега если вы проходили напишите об этом в комментариях но но еще один минус конечно же аналоги во первых здесь нет функции l3 r3 ну ладно хрен бы с ней да здесь они попросту как в дешевых консолях левый стик дублирует крестовину правости дублирует кнопки в итоге мы получаем то что в нинтен 64 они каким-то образом заставили работать аналог типа типа как он и должен работать да все мы знаем что у нас супер нинтендо все было заточено на аналоге но при этом он не выполняет функционал он обычная крестовина это можно увидеть в супер марио 64 где по идее как ты на стик наклоняешь так и двигается марио либо он идет медленно либо чуть быстрее либо уже бежит здесь он только бежит очень редко очень сложно возрастает там чуть-чуть пройтись медленным шагом опять же в playstation 1 играх конечно же никакого поддержки дуал шока здесь нет я не знаю как еще в каких-то отдельных играх это скажется на пи спи да то что как будут вести себя игры которые были заточены под стик и какие-то функции были на крестовине как они себя вот вести скорее всего в данном случае в пи спи играх крестовина будет не работать соответственно да в принципе чего играть в пи спи когда производительность здесь все с пропуском кадров идет чтобы более-менее как-то вытягивать пи спи нинтендо 64 это вообще провальная тема в общем было бы все идеально ребята даже вот у них отлично геймбо адванс эмулируется до тот же самый снес тяжелые игры тянет но блин вы все запороли своим управлением вы все запороли тем что здесь растягивается изображение его нельзя сделать 4 к 3 радуйтесь те кто хочет большой экран вот вам большой экран и поделать вас этим ничего не сможете ну и кстати для кого-то минусом будет и отсутствие слотов под сохранение здесь есть только один слот сохранить один слот загрузить то есть в каждой игре доступен один слот ну и также здесь нет полноценного режима сна то есть как вы видите из-за того что здесь именно вот так вот переключатель она уходит в сон сама там да если не трогать кнопки опять же если не играть в игру но как только вы какую-то кнопку нажмете она из этого режима сна выйдет а вот полноценного именно так чтобы нажать на кнопку power игра и игра остановилась консоль заснула а вы потом опять нажимать power и возвращать к игре здесь такого нет здесь придется сохранить игру выключать полностью консоль и в следующий раз включать ее ждать загрузки вот такой вот такой я думал в конце недели мы с вами рассмотрим альтернативную прошивку как альтернатив как альтернативную прошивку это просто допиленная стоковая прошивка в которой поправили назначение кнопок поправили соотношение сторон в ретро консолях ну и плюс почему-то испортили изображение отсутствующим мне кажется биолинейным фильтром и в итоге все какой-то выглядит все такое ну ладно посмотрите что же касается час но сами смотрите в принципе здесь можно поиграть во все 8 16 битный 32 битные консоли другое дело что не получите от этого удовольствия особенно если это касается супер нинтендо с этим его управлением хотя есть игры которые в принципе работа нормально тут же aladdin вполне себе можно поиграть пройти и все остальное прочим стоимость около 4000 рублей там я брал за 44 4500 уже с флешкой на 128 гигабайт это недорого но мое мнение лучше поискать тот же анберник 3 rg 35 xx либо найти мил мини либо на авито либо на алиэкспресс ну или подкопить денег в принципе можете рассмотреть еще там порт 3000 или family pocket fc 3000 но там нет поддержки playstation то есть есть кастомная прошивка с поддержкой playstation но игры там тормозят в общем такой получился ролик если вам понравился поставьте лайк подпишитесь на канал а у меня на этом все всем до встречи и пока